Наведённые проклятия. Миф или реальность? Проклятие легендарной группы «Ласковый май». В 80-е годы музыкальная группа «Ласковый май» буквально взорвала страну. Молодые ребята были на пике своей славы. За один только 1989 год группа отыграла 1500 концертов. А это по 4 выступления в сутки. И уже в начале 90-х число поклонников «Ласкового май» перевалило за 16 миллионов. В общей сложности было продано 47 миллионов билетов. Этот мировой рекорд занесён в Книгу рекордов Гиннеса и не побит до сих пор. «Ласковый май» оказал огромное влияние на формирование жанра поп-музыки во всём СССР. О нём говорят до сих пор. Но в последние годы разговоры всё чаще ходят вокруг проклятия, которое висело над коллективом. Словно злой рок преследовал легендарную группу. Я считаю, что это какой-то вообще злой рок от нашей группы. Это уже пятая жертва из девяти человек. За четверть века с момента рождения группы «Ласковый май» 10 человек из первого состава погибли при разных обстоятельствах. Существует несколько версий происхождения проклятия коллектива. По одной из которых говорится, что группу прокляли родители фанаток, покончивших жизнь самоубийством или задавленных в толпе на их концертах. По другой, что группа была проклята отвергнутыми поклонницами, не получившими от молодого бойсбенда должного внимания. Но так или иначе, существуют суровые факты, с которыми трудно не согласиться. Игорь Игошин стал первым участником коллектива, которого настигла неожиданная смерть. В 1992 году его избили на свадьбе. По словам знакомых, он был влюблен в невесту, но она предпочла другого. Игорь напился и вскоре выпал из окна четвертого этажа. Как это случилось, точно никто сказать не может. Миша Сухомлинов был тусовщиком, мечтал стать артистом. На одном из концертов мальчишка познакомился с Андреем Разиным и вскоре стал клавишником «Ласкового мая». 29 сентября 1993 года он вышел из дома Шатунова. Вдруг из проезжавшей мимо машины раздался выстрел, который стал для музыканта роковым. 18-летний Сухомлинов скоропостижно скончался на руках Юрия Шатунова. Следующей жертвой проклятия стал Юрий Барабаш по прозвищу Петлюра. В группе Петлюра был солистом и выступал под псевдонимом Юра Орлов. В ночь с 27 на 28 сентября 1996 года он отдыхал с друзьями. Как впоследствии сообщила пресса, трагедия произошла, когда Барабаш, будучи единственным трезвым в компании, вез приятелей на своей новой машине. Но не справившись с управлением, машина попала в аварию. И он единственный из пяти человек, находившийся в автомобиле, погиб. Будучи в таком молодом возрасте 22 лет. Конвейер смерти участников группы прервался почти на десятилетия. Многие решили, что злой рок отступил. Но в 2004 году на своей даче в огне погибает Арвид Юргайтис, который был участником группы вплоть до ее распада. Пожар спровоцировала незатушенная сигарета. Музыкант начал спасать вещи из горящего дома. И когда схватился за ламповый телевизор, тот взорвался у него в руках. Клавишнику «Ласкового мая» было всего 34 года. Вслед за этим несчастьем вскоре последовала новая трагедия. На 38-м году жизни от запущенного туберкулеза умирает бас-гитарист и один из основателей «Ласкового мая» Вячеслав Пономарев. Поистине жутким для участников группы оказался 2012 год. 2 июня в 38-летнем возрасте из жизни ушел еще один клавишник «Ласкового мая» Алексей Бурда, который сделал неоценимый вклад в развитие поп-коллектива. Позже он сам занялся продюсированием. Он руководил столичным продюсерским центром «Стармедиа», организовывал концерты Андрея Губина, Димы Маликова, Димы Билана, а также таких групп, как «Машина времени», «Иванушка Интернешнл» и «Отпетые мошенники». Его тело нашли ранним утром недалеко от кладбища на севере Москвы. Сначала причиной смерти называли отравление неизвестным веществом. Потом выдвинули другую версию – сильнейшая алкогольная интоксикация. Страшную судьбу участников группы «Ласковый май» также разделил Юрий Гуров, который был одним из основных солистов группы. Он погиб 25 августа 2012 года в страшной аварии. Ранним утром на автодороге Ростов-Ставрополь машина, в которой Юрий сидел на пассажирском сидении, выскочила на встречную полосу и столкнулась с МАЗом. От удара их автомобиль отбросило под другой грузовик. Бывший солист «Ласкового май» и его друг погибли на месте. В конце февраля 2013 года в деревне под Звенигородом от руки пьяного соседа гибнет 40-летний Игорь Анисимов – клавишник самого первого состава группы. Получив 8 ножевых ранений, Игорь стал 8-й по счету жертвой в трагичной цепочке. Музыканту было всего 39 лет. Смерть музыканта спровоцировала обширный инфаркт у Рашида Дайрабаева, первого директора проекта. Продюсер Вики Цыгановой, Игоря Саруханова и Николая Баскова впал в кому и через неделю скончался. Следом за ними накануне своего 50-летия из жизни ушел Евгений Закулаев, который спустя долгие годы руководил Центром для одаренных детей-сирот «Ласковый май». Его смерть также связали со злым роком некогда легендарного коллектива. «Сегодня можно точно сказать, «Ласковый май поломал нам всем судьбы», признался в одном из последних интервью Шатунов. То, что мы некогда считали удачей, обернулось трагедией». Учитывая эти факты, невозможно не признать реальность духовного мира и существование наведенных проклятий. Признаками наведенного проклятия является резкая негативная смена обстоятельств в жизни человека, в сфере здоровья, семьи и финансов, взаимоотношений, вторжения в жизни человека, множество проблем. Все, что происходит в физическом мире, плохое или хорошее, это следствия, а причины сокрыты в духовном мире. В духовном мире есть все основания для благословения и проклятия, счастья и несчастья, здоровья и болезни, радости, взаимоотношений и боли, потерь. Проклятие — это не миф, а реальность. И единственный, кто может разрушить любое проклятие, — это Святой Дух. Только великий Бог способен вывести человека из проклятия и ввести его в благословение. Только Бог может все изменить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова